Эфир телеканала ННТ продолжает новости 24. Я Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Мы все так же работаем в дистанционном формате и вот какие новости подготовили для вас сегодня. О дефиците койко-мест больницах, нехватке медперсонала и оборудования объявили уже сразу несколько муниципалитетов республики. В связи со сложной эпидситуацией недостаток вышеперечисленного ощущается даже в городах. Так, жители Сбербаша требуют приобрести аппараты компьютерной томографии и МРТ для своего города. К нам в редакцию обратились неравнодушные горожане. По их словам, больным для обследования приходится выезжать в Каспийск или Махачкалу и стоять в длинных очередях. Патимат Ханапова знает подробности. Пожалуйста, примите меры. Это крик души. Минздрав республики Дагестан. Большая просьба. Обратите внимание на город Избербаш. Все на пределе. В больницах не хватает койко-мест, дефицит персонала и огромная очередь за лекарствами. Но основная проблема жителей Избербаша заключается даже не в вышеперечисленном. Главное, что их тревожит, отсутствие необходимого медоборудования для обследования. В городе с населением в 60 тысяч человек нет ни одного аппарата КТ и МРТ. Ну почему мы должны больных людей, родственников возить отсюда в Каспийск, Махачкалу? Вот много наболевших есть. Город красивый, приятный, аккуратный. Но чувствуется, что нас забросили, забыли нас. Приходится выезжать в другие города. В основном это Махачкала и Каспийск, где и без того медицинская система перегружена. Да и выехать не каждый может. Установлены блок посты. Вот такой вот парадокс. Куда эти деньги уходят? Почему не доходит помощь? Почему не доходит помощь города? Маленькие города Дагестана. Я житель Избербаша, нет помощи здесь. Посмотрите, старая больница. Новую не достраивают. Сколько лет уже? Достройте, пожалуйста, новую больницу. Дайте оборудование хорошее. КТ, МРТ. Очень сложная ситуация. У меня родственники трое уже умерли, близкие. Жители говорят, ситуация в городе была бы менее критична, если бы выделяемые на медицину в мирное допандемическое время деньги дошли бы до адресата. Так, в Избербаше вот уже более 20 лет не могут достроить новую больницу. Пациентам все еще приходится довольствоваться медучреждениями, построенными в далекие времена. У нас нет свободных мест. Больница переполнена. Наша старая больница, она в простое-то время была не очень пригодна, а на сегодняшний день там лежать негде. Наша новая больница, вот сколько помню себя, столько она строится. Более 20 лет. Куда уходят деньги? Ситуация в Избербаше наглядно показывает, почему сейчас во многих муниципалитетах республики положение на грани критического. Ответ прост. До эпидемии на окраинах страны медицине не уделялось должного внимания. Не получается ли так, что всем нам теперь приходится расплачиваться своими стрессами, здоровьем и дискомфортом за халатность тех, кто долгие годы создавал себе комфортные условия за госсчет? По теме от Канапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Избербаш. Мэрия Дербента ввела масочный режим. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Теперь жители города должны носить медицинские маски в общественных местах, в том числе в транспорте, магазинах и аптеках. Отметим, что подобные меры уже приняты во многих регионах России. Кроме того, было принято решение провести благотворительную акцию по раздаче медицинских масок жителям Дербента. Планируется, что волонтеры раздадут более тысячи масок. Тем временем Дагестан направил более 2,5 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр республики Артем Сдунов на совещании в режиме ВКС. Деньги поступили как из федерального, так и из регионального бюджета. Они будут направлены на стимулирование выплат медработникам, закупку дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты. Кроме того, в Махачкале в сутки производится порядка 10 тысяч защитных масок. Артем Сдунов поручил привлечь к раздаче масок волонтеров и раздать их тем, кому они сейчас необходимы, а также задействовать для этого государственные аптеки. Мы на штабе очень оперативные решения принимаем. Вы знаете, в течение суток принимаем распоряжение и средства выделяем. Самое главное, чтобы они сейчас доходили до врачей, доходили до лечебных учреждений. Муфтиат Дагестана оказал финансовую помощь Левашинскому району на сумму около 300 тысяч рублей. Религиозные деятели посетили центральную районную больницу в селе Леваши и Хаджилмахинскую участковую больницу. Они привезли медикаменты на сумму, превышающую 100 тысяч рублей. Пять врачей, которые в эти дни заботятся о тяжелобольных, получили финансовую помощь. Аллаху Таалла за то, что вас подарил нам, мы ему шукру делаем. Мы вам признатели, мы очень благодарим вас. Пусть Аллаху Таалла будет вами доволен. Если человек, врач намеривается, я сегодня намерен ради Аллаха лечить, спасти, помочь. Рабу Аллаха, кто бы он ни был, до конца вашего рабочего графика вы делаете Ибадат. Это записывается как поклонение. Помимо этого, они передали продуктовые наборы от благотворительного фонда «Инсан» на 150 тысяч рублей. Их распределяли среди жителей сел, которые остались без пропитания. Вместе с тем, представители Муфтиата обошли магазины и погасили часть долгов. Жители района, которые вынуждены были брать продукты в долг, чтобы прокормить семью. С первого дня месяца Рамадам по сегодняшний день благотворительным фондом «Инсан» в северном территориальном округе республики распределена помощь в объеме больше 1 миллиона рублей. Более 14 тысяч порций плова на вечернее разговение и фтар раздали нуждающимся людям. Без внимания не остался и медперсонал больницы, сотрудники правоохранительных органов, которые находятся на службе в это нелегкое время. Помимо этого, подопечным фонда «Инсан» доставили продуктовые наборы первой необходимости. Помощь отовсюду энтузиасты в мастерской технопарка «Кванториум» бесплатно делают маски для врачей с помощью 3D-принтеров и лазера. Наш корреспондент побывала в их мастерской и теперь знает, как создаются средства защиты. Алина Багилова обо всем по порядку. В небольшой мастерской технопарка кипит работа. Здесь находится клуб технического творчества, где до пандемии энтузиасты занимались изготовлением дронов, 3D-принтеров и другими проектами. Сейчас ребята начали делать защитные маски для врачей. У нас имеется такая возможность использовать всю производственную мощность нашего технопарка для изготовления масок. Мы подключились и изготавливаем такие защитные экраны для нашего медицинского персонала. Напоминаю, такие защитные экраны маску сварщика. Первыми их надели сотрудники московского ЦУМа. По мнению инженеров, такие маски помогут не дотрагиваться до лица и глаз грязными руками и защищают от брызг. В среднем за полтора-два часа можно изготовить одну такую маску. Дело в том, что 3D-принтер очень долго печатает эту маску. На один держатель уходит примерно более 2,5 часа. И поэтому мы перешли сейчас к более упрощенному варианту маски, который тоже, соответственно, выполняет свои функции. Защитные маски абсолютно безопасны. Сам экран изготавливается из пищевого пластика, а рамку, крепящуюся на голове, из сахарного тростника. Форму для маски вырезает лазерный луч. Остается только собрать комплектующие и довести все до финальной стадии. Такой экран защитит врача от капель, если инфицированный человек будет кашлять. А вот от мелких частиц вируса, которые могут попасть в организм с воздухом, увы, не поможет. Поэтому лучший вариант – это носить вместе и маску-экран, и обычную защитную маску. Алина Багилова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ Мхачкала. Не осталось сторонея и поддержала дагестанцевая певица Алсу. Заслуженная артистка России в числе первых отреагировала на инициативу футбольного клуба Анжи. Напомним, накануне президент клуба призвал чиновников федерального и республиканского уровня перечислить одну месячную зарплату в фонд для оказания помощи нуждающимся. Так, известная артистка уже перевела сумму, которая пойдет на приобретение СИЗов и медикаментов для медработников в Дагестане. Ранее Осман Кадзиев из личных средств выделил на эти цели 100 тысяч рублей. Парад для одного героя. В Махачкале для ветеранов войны проходят персональные концерты. На этот раз индивидуальный праздник для героев устроили сотрудники Минмолодежи республики совместно с моряками Каспийской флотилии. Несмотря на ситуацию в стране и мире, подвиги солдат Победы не могли остаться незамеченными в этом году. Под окнами ветеранов был представлен настоящий фронтовой концерт. Любимые песни для ветеранов исполнили артисты эстрады и военного оркестра. Атмосферу праздничного представления дополнили стилизованный автомобиль, передача копий Знамени Победы и памятных подарков ветеранов. Музыкальный подарок не оставил равнодушными и жителей близлежащих домов. Они также поддержали музыкантов. Добавим, что акция будет проводиться в Дагестане до 9 мая. Виртуальная встреча с ветераном Великой Отечественной войны. Более ста человек стали участниками беседы с Ильясом Казихановым. Воспитанники детских домов, школьники и студенты смогли задать свой вопрос о войне ветерану. Онлайн-рандеву прошло в рамках акции «Свидетели Победы», организованной региональным отделением ОНФ совместно с Дагосуниверситетом. Цикл встреч открыл подполковник Ильяс Казиханов, награжденный за боевые заслуги множеством орденов и медалей. Ветеран рассказал о том, как ушел на фронт в 17 лет, как взвод под его командованием сражался за Кавказ, затем освобождал Украину, Молдавию, Болгарию, Венгрию, Австрию, Чехословакию, как после разгрома гитлеровской Германии их дивизию перебросили на восток. Он вспоминал, как всю свою юность только и мечтал об окончании войны. Ну, все дни, которые участвовали в Европе, для меня было днем, который мечтал о победе. Мы старались, значит, не давать немецким войскам, понимаете, нас разгромить. И мы выстояли эту войну, для меня было это не все время мечтой победы над немецко-фашистскими войсками. И мы старались, начиная, отредавая солдат и офицеров, генералов, все мечтали о разгроме немецких войск. Сейчас, подобно тому, как много лет назад Казиханов ждет победы над недугом, который сегодня навис новой угрозой над всем миром. В завершении воспитанники детских домов Махачкалы и Избербаша подготовили для ветерана небольшую концертную программу. Организаторы отмечают, что акция призвана увековечить память о героях Великой Отечественной войны даже в такой нелегкий период, когда эпидемиологическая ситуация не позволяет посещать ветеранов. Наши онлайн-встречи с свидетелем победы проходят на платформе Zoom. Участниками выступают дети из детских домов, школьники, подрастающие поколения, которые, несомненно, должны хранить память о тех героях, которые принесли нам победу, о наших дедах и прадедах. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации ослеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадиша Курбанова. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин